Это тема дня. Здравствуйте. В Госдуме раскритиковали идею ввести налог на собак и кошек. Эта инициатива приведет к тому, что бездомных животных в России станет больше. Так отреагировал на предложение ввести налог или сбор с владельцев домашних животных глава Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Хотя изначально предложение о введении налога на домашних животных как раз и предполагало компенсировать затраты на работу с безнадзорными. Причина вступившей в силу в этом году закона об ответственном обращении с животными, который стал серьезной нагрузкой для муниципалитетов. Краснодарский край принял участие в акции по стерилизации домашних животных, что тоже является мерой по снижению числа бродячих, кошек и собак. В этот день можно было принести питомца в государственную ветеринарную клинику, где ему делали операцию со скидкой. Подробнее о здоровье братьев наших меньших поговорим с руководителем Департамента ветеринарии Краснодарского края Романом Кривоносом. Я вас приветствую. Здравствуйте, Ольга. Давайте расскажем подробнее об акции, которая проходила в этом году. Я знаю, что уже не первый год она проводилась. Каковы итоги? Вы знаете, Оль, мы в текущем году, это уже третий раз, приняли участие во всемирной акции. Это всемирная акция, скажем так, он называется Space Day, Единый день стерилизации. И с каждым годом у нас, знаете, первый год, порядка трех или четырех учреждений у нас приняло участие в данной акции. В прошлом году, если я не ошибаюсь, порядка семи учреждений приняли участие. В текущем году уже 20 учреждений приняли участие, где действительно приняли всех желающих и стерилизовали со скидкой. Город Краснодар пошел больше, он даже первого клиента стерилизовали бесплатно. И итогом стало то, что 263 питомца поделились стерилизацией на льготных условиях. В прошлом году, к примеру, это 70 животных всего лишь навсего было. В текущем году, я повторюсь, 263. То есть масштабная работа, очень, скажем так, полезная работа, нужная была проведена. И большой был интерес. Вы знаете, даже случился такой факт, когда один человек, который не попал, скажем так, на совсем бесплатную стерилизацию, звонил нам в департамент на горячую линию и говорил, что вот его отказывается бесплатно животное стерилизовать. И мы разбирались в данной ситуации, то есть нашли консенсус, и человека с питомцем в том числе приняли, и, конечно же, поделили стерилизацию. Вот, поэтому я считаю, что это полезно, и в следующий год мы тоже планируем принять участие. Почему? Потому что, конечно же, снижение численности животных, которые могут нести, скажем так, нежелательное потомство, потихонечку, может быть, снизить количество животных без владельцев на улицах наших муниципальных образований. Вот такой вопрос у меня родился. Человека, когда на операцию, на какую-то манипуляцию приглашают, всегда проверяют состояние здоровья с животными. Примерно такая же ситуация? Конечно, перед любой манипуляцией, в том числе и операцией, проводят клинические осмотры и соответствующие наблюдения за животным. То есть, может быть, есть противопоказания к проведению операции, и, конечно же, таким животным не проводят соответствующие манипуляции. Почему? Потому что здесь самое главное, не навреди правила, закон. Вот, и в данной ситуации он в том числе работает. С нами на связи сейчас один из муниципалитетов участников акции, начальник ветуправления Денского района Наталья Орлова. Наталья Николаевна, мы вас приветствуем. Добрый день. Насколько активно жители вашего района участвовали в акции по стерилизации, и каких животных больше привели, кошек или собак? Вы знаете, мы когда на нашей страничке в Инстаграм объявили о том, что будет проводиться нашим учреждением участие в этой всемирной акции, то буквально в течение первой недели у нас первый день уже был расписан, и нами было принято решение продлить эту акцию на второй день, чтобы все желающие жители нашего района смогли поучаствовать в этой акции и простерилизовать своих животных. Вот в течение двух дней у нас было простерилизовано 34 питомца, 24 кошки, 8 котов и 2 собачки. Вы сказали о том, что размещали... К нам обратилось 22 человека, и 26 проведено было 12 операций. Вы сказали, что размещали в том числе и в Инстаграм информацию о проводимой акции. Удалось решить такие какие-то разъяснительные моменты еще на этапе переписки с теми, кто изъявил желание принять участие? Да, вы знаете, к нашей информации подключилась еще наша газета «Районная трибуна». Они сделали репост нашей странички, на своей страничке в Инстаграме, и, так сказать, активность, конечно, они нам помогли в проведении этого мероприятия, проведении записи. Разъяснительную работу мы проводили и в телефонном режиме, и при личном обращении граждан. Потому что рассказывали о том, что это не просто кастрация, это, так сказать, возможность простерилизовать свое животное, но еще о том, что это эффективный и гуманный способ снизить популяцию бездомных животных. Об этом мы постоянно и при личном общении, и в соцсетях об этом рассказывали. Если говорить о повседневной работе, какие услуги вашего районного управления пользуются наибольшим спросом у населения? Ну, к нам обращаются и по лечению кровепаразитарных заболеваний, инфекционных, внутренних незаразных заболеваний. Также большой популярностью у нас используется вакцинация животных против бешенства, которую мы проводим на безвозмездной основе. В прошлом году у нас более 30 тысяч домашних животных, кошечек и собак было привито против бешенства. И, конечно, хочу сказать, что жители района обращаются за нашими услугами, и еще и потому, что у нас работают высокопрофессиональные специалисты, которые любят свою работу, любят животных, у которых золотые ручки, и которые с удовольствием разъясняют, рассказывают, помогают, лечат. И, конечно, наши специалисты пользуются популярностью, заслуженным уважением среди населения нашего района. Наталья Николаевна, спасибо, что были на связи. Вы знаете, работа в Инстаграм. У вашего ведомства на краевом уровне есть такая работа? Вы знаете, в настоящее время у нас есть официальный сайт, где мы, в принципе, все размещаем и информируем. Но в том числе у нас сегодня проводится работа по подготовке соответствующих аккаунтов, для того, чтобы было ближе к населению и соответствующую развитию работу, в том числе проводить с помощью данных приложений. Я хотела еще спросить о цене стерилизации в государственных ветеринарных клиниках и частных. Насколько разница велика? Знаете, разница, она может быть даже сравнима с пропастью. Почему? Потому что я не буду сейчас комментировать цены, которые сегодня складываются в частно-практикующих ветеринарных клиниках. Они устанавливают цены в зависимости от рынка. У нас сегодня цена фиксирована, она определена приказом Департамента ветеринарных клиниках Краснодарского края. И если мы говорим о максимальной цене, самая большая цена, то у нас стерилизация услуги, это порядка 2000 рублей. И минимальная, это 700 рублей, кастрация кота. То есть все остальное, это стерилизация кошки, одна цена, стерилизация кобеля, другая цена, то есть она небольшая. Поэтому, конечно же, сегодня в общем, если мы говорим о тех услугах, которые оказываются в учреждениях госветсети края, они, конечно, в разы по стоимости меньше, чем у наших коллег в частном бизнесе, скажем так. Поэтому, конечно же, необходимо говорить о том, что Наталья Николаевна сказала, о том, что сегодня в ветеринарной службе, в наших учреждениях работают высококлассные специалисты с большим опытом, навыками работы, которые постоянно повышают свой уровень компетентности и квалификации, в том числе с работой мелкодомашними животными, так и сельхозживотными. Если коснуться стерилизации бродячих животных, да, насколько процент стерилизованных домашних животных все-таки снижает и процент тех, кто живет на улице? Знаете, насчет процентовки я сейчас не готов, наверное, сказать, потому что, ну... Прямая связь есть между этим? Прямая связь, я думаю, есть, потому что каждая собака, которая сегодня находится на улице, так называемая собака без владельцев, да, или животное без владельцев, это то животное, когда либо у нее, либо у ее родителей были владельцы. То есть, соответственно, стерилизуя домашнее животное, мы уже закладываем ту платформу, ту базу, которая не даст возможности появляться вот нежелательному потомству уже последующие поколения. То есть, рано или поздно, когда-то животные тоже на улицу просто так с неба не свалились, или не пришли там, не прилетели с другой планеты, они были у недобропорядочных, скажем, владельцев, которые в последующем их выпустили, и началась порождаться и формироваться большая армия животных без владельцев. Поэтому, конечно же, маленькая лепта, но она сегодня вносится и будет дальше вноситься. Вы сказали о высококлассных специалистах, а если взять технику, на которой сегодня работают ваши подведомственные учреждения, какова она, обновляется, может быть, какие-то современные технологии появляются? Вы знаете, ну это вообще принципиальный подход мой, и вот на протяжении трех лет я веду работу именно по модернизации всей службы, не только там в материалитической плане, но и в повышении квалификации. Это раз. Второе, и приобретение сложных инструментариев и приборов. Для чего они необходимы? Для того, чтобы мы были конкурентоспособными, для того, чтобы мы были, скажем так, высококлассными, нам необходимо, что оборудование. И в прошлом году мы и приобретали, и в текущем году будем приобретать те же УЗИ аппараты, рентген-аппараты. В прошлом году в ветуправлении Услабинского района был рентген-аппарат поставлен и был зарегистрирован, и у наших коллег в Роспотребнадзоре поставили на учет. В том числе в ветуправлении города Краснодар в текущем году будет приобретен второй рентген-аппарат. Большое количество анализаторов. Я вам даже поделюсь секретом, что я в конце каждого, вернее, в начале каждого года подвожу итоги работы за предшествующий год и провожу, так называемые, балансовые комиссии. На этих балансовых комиссиях я смотрю, как сработало учреждение, и ставлю задачи по приобретению тех или иных сложных приборов, инструментариев, для того, чтобы наши учреждения развивались. Потому что есть у нас учреждения, которые развиваются инициативно, я вижу это, а некоторым надо в порядке поручения. Поэтому в порядке поручения мы сегодня доводим такие задачи, для того, чтобы действительно были, повторюсь, конкурентоспособными и профессиональными в своей работе. Есть какие-то муниципалитеты, которые выделите, кто самостоятельно идут и хотят модернизироваться? Вы знаете, ну, сегодня выделять хороших и плохих, наверное, чуть неправильно будет. Я просто выделю тех, кто сегодня очень активно занимается. Я могу сказать, город Краснодар, понятно, ветуправление города Сочи, Динское, Анапа, Крымское ветуправление. Положительно хочу отметить, значит, те муниципальные образования, сельская местность наша, да, это Услабинский район, скакнули вперед очень сильно. Успенский район, благополучно тоже пошли вперед. Положительно хочу сказать о Крыловском районе, то есть долгое время говорю, что в Крыловском районе невозможно там лечебную деятельность поднять. Сегодня новый начальник ветуправления, которого я буквально там назначил, эту работу уже столкнул с мертвой точки, и потихонечку, потихонечку, может, маленькими шагами, но он идет. Кавказский район, мы сегодня говорим, и после моего, скажем так, визита в учреждение, я провел своего рода сам ревизию, посмотрел и дал конкретные поручения по развитию лечебного отдела. Тоже очень сильно улучшилась ситуация и идет развитие. То есть потихонечку, потихонечку, скажем так, мы наводим лоск в нашей службе, в нашем крае, для того, что, вот знаете, говорят, что там ветеринарная служба Краснодарского края, одна из лучших в России, ну, должно быть не то, что говорили, должно быть по сути самой лучшей, по сути, начиная от моих технической базы и от комфортного работы тех специалистов, которые сегодня в ней работают, чтобы людям... Давайте продолжим разговор после небольшой паузы. Оставайтесь с нами и узнаете о развитии ветеринарной службы Краснодарского края. Это тема дня. Мы продолжаем. В студии у нас Роман Кривонос, руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края. Роман Анатольевич, давайте продолжим разговор о здоровье. Какие еще необходимо делать прививки, профилактические мероприятия для домашних животных, чтобы и самим быть уверены в собственном здоровье, и за животных не беспокоиться? Вы знаете, каждый владелец, сейчас процитирую 18-ю статью Закона Российской Федерации ветеринарии, что владелец несет ответственность, в том числе юридическую, уголовную, за состояние здоровья, за своих питомцев, в том числе и наших кошечек, собачек. Соответственно, конечно же, необходимо, самое главное, самое важное во всех вакцино-профилактических мероприятиях это иммунизация против бешенства. Почему? Потому что бешенство, к сожалению, это астубоопасное и антропозонозное заболевание. Почему антропозонозное? То есть болеют и люди, то есть из-за бешеной собаки, либо кошки, может заболеть человек и, к сожалению, может погибнуть. Поэтому необходимо в обязательном порядке, как минимум раз в год, подвергать иммунизации животное. Тем более в государственных ветеринарных учреждениях нашего региона, да и вообще во всей стране, вакцинация против бешенства являлась бесплатной во всех учреждениях. То есть постоянно, когда необходимо, проводится иммунизация бесплатно. В прошлом году с моими коллегами в муниципальных образованиях было подвержено иммунизации 660 тысяч собак и кошек в крае. А сколько у нас их всего? По официальным данным. По официальным данным 666 тысяч, но я вам открою секрет. Как ежегодно, я для своих, вот когда формируем план диагностических исследований противопсихических мероприятий, мы, вот подаются одни цифры, да, и я всегда говорю, нет, мы должны цифру по иммунизации животных увеличивать. И мы планомерно ее увеличиваем там на 200, на 20, 30 тысяч. Для того, чтобы максимальное количество животных мы их могли охватить. Сегодня, к сожалению, в стране еще не введена программа ухта животных, да, скажем так, есть 318 приказ Минсельхоза России, это информационный порядок работы в информационной системе в области ветеринарии. Там есть один из модулей, это Хериот, да, Хериот там заносятся данные о вакцино-профортических обработках и об идентификационных номерах тех или иных животных. Вот когда будет введен вот этот вот модуль общей программы, где есть, это, конечно, мы узнаем, какое количество собак и кошек в крае у нас сегодня есть. Почему? Потому что каждый владелец животного, который сегодня зарегистрирован, он будет там зафиксирован. Сегодня, вот я говорю, 660, это 660, те, которые стоят на учете в государственных ветеринарах учреждениях, городов и районах края. Те животные, которые ежегодно подвергаются иммунизации. Но ведь есть и те, которые не стоят на учете. К сожалению, те, которые не стоят на учете, у них есть владельцы, они являются нарушительными требованиями ветеринарного законодательства, и к ним принимаются меры принудительного характера. Первое, это идентификации животных, потому что у нас еще в 2016 году были внесены поправки в 800-й краевой закон, где все животные, собаки и кошки на территории Краснодарского края подвергаются идентификации путем имплантации микрочипа. До определенного периода времени у нас был рычаг, и мы влияли на эти процессы, и, конечно же, мы понуждали собственников данных животных идентифицироваться. Сегодня, после внесения изменений в ряд подзаконных актов, конечно же, перемещение по территории Российской Федерации стало без документов ветеринарных, в произвольной форме. Конечно, мы не можем сегодня заставлять, но мы рекомендуем, и очень положительно у нас идет, и порядка 15 тысяч животных у нас сегодня чипировано на территории края, потому что это такая уже инициативная история получается. Но после введения в действие, вот вышел, рассказывал, скажем так, мой модуля, это уже будет требование закона, и владелец не зачипировал, его привлекли к административной ответственности, полегу, скажем так, все исходные данные. Насколько здоровье животных может повлиять на здоровье человека, кроме бешенства? Тут, понятно, летальный исход в том числе. Вы знаете, напрямую, почему? Потому что животные все-таки это еще и переносчики различных паразитарных заболеваний, вот, и заболевания, в том числе, кровеносной системы, да, и если животные у нас, скажем так, непонятно где находятся, и потом домой приходят, контакт происходит с человеком, начинают аллергические реакции, в том числе и, повторюсь, паразитарные. Почему? Потому что, ну, животные не определяют, где им гулять, что употреблять, где находиться, а потом, как у нас принято, приходят, там, с улицы, там, им лапки помыли, и их с собой на диван взяли и... И все заболели вместе? Да. И нежатся, собака лежат, там, телевизор смотрят. Этого нельзя допускать, конечно же, необходимо понимать, и собаку, если мы говорим, выгуливать. Обратно же, хочу сказать об выгуле животных, да, то есть каждый владелец должен ответственно к этому подходить. Почему? Потому что и те люди, которые проживают в подъезде, чтобы, конечно же, если ты собаку уйдешь, там, выгуливаешь, там, для исправнения, естественно, нужны. Конечно, отбирайте за собой то, что происходит в результате этого всего. Спасибо вам большое за разговор. Телезрителям напомню, что в гостях у нас был руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос. Спасибо, что были с нами. До встречи.